Зима только началась, морозы пока не ударили, но на прошлой неделе 7 человек в возрасте от 50 до 91 года оказались в больнице с диагнозом переохлаждения второй степени. Пациенты родом из Кишинева, Чемишлийского, Каларажского и Дрокиевского районов. Сейчас больные идут на поправку, но специалисты просят граждан не терять бдительности. Получить гипотермию легко, а вот последствия будут тяжелыми. Гипотермия – это падение внутренней температуры тела ниже 35 градусов Цельсия. В этом случае нужна срочная медицинская помощь, поскольку при этом замедляются функции кровеносной, сердечной и дыхательной систем. Части тела могут сильно обморозиться, что впоследствии может привести к ампутации конечностей или в худшем случае даже к смерти. Гипотермия – это пациент, которая уходит в стае дихипотермии, она практически не конштентизирует 100% Гипотермия – это пациент, которая может выйти в течение года. Гипотермия – это дефицит. Чтобы не допустить переохлаждение, специалисты дают рекомендации. Субтитры создавал DimaTorzok Если вы столкнетесь с такой ситуацией или увидите кого-то в состоянии переохлаждения, то первое, что нужно сделать, это согреть пострадавшего. А в случае серьезного переохлаждения сообщить в службу экстренной помощи. Если у вас есть старая начинка, то нормально, что он заканчивается. Он не хочет заканчиваться, он не хочет заканчиваться, он начинает начать температуру более холодной, более длинной, потому что василия уверены, что они сделают дилетирование и апортный сунг. Обычно жертвами переохлаждения становятся пожилые люди и лица безопределённого места жительства.